Простыми словами и красивыми кадрами о том, что интересного происходит в нашем большом и стильном городе. Это Beauty Time на 31-м. Всем здравствуйте! Начнем с красоты. Говорить будем об ухоженном лице. А оно, в свою очередь, характеризуется такими факторами, как здоровая гладкая ровная кожа. Когда пациент приходит к врачу-косметологу и рассказывает о том, что его, или чаще всего, ее беспокоит, доктор обычно предлагает различные варианты решения проблемы, в частности, с применением лазера. Чаще всего мы работаем с помощью трех режимов. Deep – это более глубокое проникновение. Superficial – это более поверхностное, когда мы работаем на слое эпидермиса. Combo – это сочетание более поверхностного и более глубокого режима. Соответственно, будет более выраженный результат. Косметологи любят лазер за его способность выравнивать кожу с минимальной травматизацией, а то и вовсе без нее. Именно поэтому его так часто рекомендуют в качестве методики омоложения. Если мы говорим о лазерном омоложении, например, если нам нужно проработать более крупные складки на коже, то есть у пациентов с дряблой кожей, с выраженными морщинами, для того, чтобы омолодить их на 5, ну, может быть, 10 лет, так, как справится лазерная шлифовка, другой метод, наверное, не справится. Дает очень хороший результат в виде уменьшения выраженности этих морщин, уменьшения выраженности складок, вот такого лифтинга кожи. Одна из причин старения кожи – это фотостарение, то есть воздействие ультрафиолетовых лучей. Последствия на коже мы видим в виде пигментации. Лазер с этой проблемой тоже борется. Используется для коррекции пигментации различного характера, различного размера. Если говорить простыми словами, то принцип работы лазера – это контролируемая травматизация, в результате которой ускоряется процесс регенерации, то есть обновления кожи. Как работает лазер? То есть луч с определенной долиной волны достигает в коже целевых мишеней. Если мы говорим о СО2-лазере, целевая мишень – это вода. То есть при проникновении в кожу у нас разрушается вода. Она как бы закипает и, соответственно, затрагивает окружающие структуры, приводя их к частичному разрушению. Разрушение – это на самом деле очень незначительное и контролируемое. И, соответственно, разрушается только та часть, которая как бы повреждается лазером. Но вокруг еще есть такая небольшая зона нагрева. Она тоже не разрушается, но за счет нагрева вот эти структуры, которые находятся в этой зоне, они тоже претерпевают изменения и стимулируются к обновлению. Если мы говорим о лазерной шлифовке, то она подразделяется на два вида. Это лазерный пилинг и лазерное омоложение. Подразделение – оно условное. Процедура выполняется одним аппаратом. Просто в зависимости от глубины повреждения и от параметров, которые мы выбрали, мы можем влиять на уровень воздействия. Если мы работаем в более поверхностных слоях кожи в эпидермисе, то мы говорим о лазерном пилинге минимальными параметрами. Если нам нужно более интенсивное обновление кожи, о омоложение, то мы говорим о лазерном омоложении. Мы уже затрагиваем такую структуру, как базальная мембрана и верхние слои дермы. Там, где у нас находятся коллагеновые и эластиновые волокна, именно на них нам и нужно повлиять для того, чтобы запустить каскад этих реакций на обновление кожи. Еще одна масштабная целевая группа лазерной косметологии – это люди, страдающие от такого серьезного дефекта, как рубцы постакне. Удаление рубцов постакне на самом деле очень сложный и длительный процесс, потому что поражение кожи достигает как раз вот этой базальной мембраны и верхних слоев дермы. Для того, чтобы повлиять на этот слой, нам нужно мощное глубокое воздействие. Кстати, с этим может справиться только СО2-лазер, потому что длина его волны позволяет достигнуть необходимого уровня в коже для того, чтобы скорректировать постакне. С постакне у нас проводится больше процедур, чем мы проводим при лазерном омоложении. Если лазерное омоложение глубокое, мы можем делать раз в год, лазерный пилинг где-то в среднем два раза в год с интервалом раз в шесть месяцев, то рубцы мы можем корректировать три раза, в редких случаях до четырех раз в год, в зависимости от того, как кожа реагирует. То есть здесь нам нужно больше процедур, они сильнее по воздействию, и постреабилитационный период он тоже длительный из-за того, что повреждение оно такое активное. Лазерную терапию позиционируют как процедуру с быстрым восстановлением. Действительно, вернуться к привычной жизни иногда можно сразу же после сеанса, но все, конечно же, индивидуально. Реабилитация также зависит от того, на каком уровне мы работаем. Если это легкое поверхностное воздействие, работа в эпидермисе, через 5-7 дней пациент уже может вернуться к обычной жизни. Если это более глубокое воздействие, там реабилитация может занимать 2-3 недели. Но это не значит, что он 2-3 недели будет ходить в корочках, чешуйках. Это может быть краснота будет постепенно сходить, может остаться эффект марли, то есть следы, где мы прошли лазером, тоже могут еще оставаться. Вообще после лазера эффект пролонгированный, то есть где-то в течение 2-3 месяцев вот эти процессы в коже нарастания, там коллагена, эластина, фибробластов, они происходят. Да, конечно, все индивидуально. У каждого человека есть свои резервы. У кого-то кожа быстрее восстанавливается, у кого-то она восстанавливается гораздо медленнее. Даже в противопоказаниях есть такой пункт, как замедленное заживление ран. По анамнезе это является противопоказанием. То есть мы обязательно собираем анамнез, собираем по сопутствующим заболеваниям. Если есть аутоиммунные процессы, это будет замедлять процессы восстановления кожи в постореабилитационном периоде. Слово «токсичность» сегодня используют и в прямом, и в переносном смысле. Как бы то ни было, токсины, они же яды, это то, от чего необходимо избавляться. Один из наиболее простых, максимально доступных, а самое главное, недорогих способов мы представим далее в нашем сюжете. Модное слово «детокс», которое мы чаще всего слышим от поборников здорового образа жизни, обычно ассоциируется с фитнесом, правильным питанием, молодым здоровым организмом. Детокс или детоксикация – это выведение из организма токсинов, ядов, которые скапливаются внутри нас по самым разным причинам. В процессе жизнедеятельности даже у клеток вырабатываются вещества, которые выбрасываются у нас в межклеточное пространство и не всегда оттуда выводятся. Самое основное – это у нас кожа выводит токсины, через кожу, это у нас органы выделения через потовые железы. В связи с различными факторами и неблагоприятная среда, и неправильный образ жизни, неправильное питание – это все замедляется. То есть есть такие процессы, которые замедляются. Есть много способов выведения токсинов, и один из самых доступных и простых – это ванная с морской солью. И как раз-таки растормошить вот это вот все у нас способствует вот соль. Поэтому все стремятся на море, поэтому после моря все отдохнувшие. То есть это вот с этим связано. В направлении детоксикации работают самые разные виды морской соли. А еще в качестве детоксредства рекомендуется баня с соляным блоком. Его кладут на каменку, и пары соли проникают в организм через кожу и дыхательные пути, что также полезно для профилактики простуды и укрепления иммунитета. После детокс-терапии человек чувствует легкость, и это непременно сказывается на самочувствии и настроении. Вы смотрите Beauty Time – программу о вкусной жизни и правильном питании. Продолжаем выпуск. Это все углеводы, потому что она мгновенно повышает уровень сахара в крови. Как бы ПП-продукты, но не всегда это так. В каждом уважающем себя супермаркете сегодня есть отделы продуктов правильного питания. Обычно там такие товары, которые стоят дороже своих обычных, простых аналогов. И сегодня вместе со специалистом по правильному питанию, нутрициологом Юлией Антоновой, мы выясним, а действительно ли эти продукты настолько полезны, насколько они стоят дороже, и вообще, как правильно разбираться в этом ассортименте. Ярюля, итак, мониторишь ли ты такие отделы, и что можешь сказать как специалист про это? Очень важно научиться читать этикетку. Когда мы смотрим на этикетку, по нашему законодательству на составе, там должно быть на первом месте написано того ингредиента, которого больше всего в этом продукте, и дальше на уменьшение идет. Например, берем шоколад. Очень многие люди любят шоколад. Даже если на нем написано «Съешь меня и похудей», например, но на первом месте у него стоит сахар, мы понимаем, что это не шоколад, а сахарная плитка. А чем в действительности вот эта шоколадная плитка отличается от шоколада в плане вреда или пользы для организма? В сахарной плитке, как мы назвали сахарная плитка, там много сахара. К чему ведет это, мы уже с вами знаем. Да, да, да. Мы неоднократно говорили. А теперь про ПП-конфеты. Одно другому противоречит, с одной стороны правильное питание, с другой стороны что-то сладкое. Как разбираться в их ассортименте? И какие из них самые полезные, а какие даже не имеют права именоваться ПП? Когда мы смотрим на батончик или на какую-то конфетку, то я бы рекомендовала выбирать белковые батончики, чтобы там был именно белок. Причем около 10 грамм на батончик белка, не меньше. То есть если там будет около в районе 2-3-5 грамм белка, то его белковым уже нельзя назвать. Это просто сладкая конфетка. Также есть различные ПП-шные конфетки. И если посмотреть, то очень часто их состав из фиников, из кураги. А если мы посмотрим гликемический индекс фиников, то он очень-очень высокий. Самый высокий гликемический индекс именно у фиников. Поэтому, когда мы съедаем эту конфетку, она будет натуральной. Там будет один фи... Ну, просто финики, там может быть воды немного и может быть орешки. Натурально, да. Но для организма получается, что мы такую бомбу, маленькую бомбу замедленного действия съедаем, потому что она мгновенно повышает уровень сахара в крови. Раньше были такие диабетические отделы, где все было без сахара и сахарозаменителей. Вот чем принципиально такая продукция отличается от аналогов? Да, действительно, есть в некоторых магазинах отдельные полочки, где написано без сахара или диабетические, да. И там действительно не добавлен сахар в продукты. Но если мы посмотрим на те же печенья, те же прянички или конфеты, да, которые стоят на этих полочках, это все углеводы. А мы помним, что любой углевод, он повышает уровень сахара в крови. А в какое время суток нужно употреблять сладости для того, чтобы, ну, это было максимально безвредно? Лучше в первой половине дня и лучше уже на сытый желудок. То есть человек поел, да, на десерт можно немножко съесть. Вечером я не рекомендую этого делать. А какие еще продукты в отделах правильного питания у тебя, как у специалиста, вызывают вопросы? Хлеб. Смотрим всегда на хлеб. И есть хлеб цельнозерновой, есть хлеб зерновой. Если мы смотрим хлеб зерновой, это значит, он может состоять абсолютно спокойно из пшеничной муки первого сорта, да, как и обычный белый хлеб. И там бросили два семечка, и тогда можно назвать этот хлеб зерновым. Юридически можно. Но когда я беру хлеб себе, я беру цельнозерновой хлеб. То есть он из цельных зерен состоит. То есть не сердцевинка, а именно с оболочкой. Зерно перемолотое. Это значит, там есть определенное количество витаминов в том числе. Там есть клетчатка, он более полезен, и он не поднимает уровень сахара в крови. А есть ли действительно разница, какая там мука? Если говорить, из чего сделано то или иное изделие, то есть из пшеничной муки или кукурузной, или еще какое-то, то мука, она и есть мука. Это углеводы. То есть сказать, что сильно отличается кукурузная мука от пшеничной, я не могу, потому что тот же гликемический индекс высокий, также мы съедаем, те же углеводы мы получаем. Снеки, хлебцы, какие-то там правильные вафли, насколько они имеют право заменять хлеб, и действительно ли это полезно? Первое, это смотреть на состав, смотреть, из чего состоят эти хрустящие штучки. Перекусы, да, снеки. Да, вкусные снеки, потому что очень часто там большое количество масла, и там усилители вкуса, такие как сахар и соль. То есть это самые мощные усилители вкуса. Поэтому мы иногда можем есть, есть и не остановиться. Ну и еще добавляют другие усилители вкуса, как глютамат натрия. В нем критичного для здоровья ничего нет, но дело в том, что действительно человек, когда ест продукт с содержанием этого глютамата натрия, то он остановиться не может, он съедает намного-намного больше. Ну и вывод из всего этого можно сделать только один. Нужно ходить в магазин, как в библиотеку, и читать внимательно составы на всех продуктов. Только так мы не попадемся на маркетинговые уловки, и только так сможем выбрать для себя только все самое максимально полезное. Это бьюти-тайм, программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Что сложного посадить в кустарник, выкопать ямку, поставить, засыпать. Начинать там перекармливать, заливать. Руки есть, голова есть, но знаний биологии нет. К садовнику относятся больше всего как к дворнику. Мы говорим о ландшафтном дизайне как об искусстве. Красивый дом, красивый сад, и вот приходят молодые люди. На данный момент уже могу сделать сад любого уровня. Ландшафтный дизайн так же как и дизайн интерьера всегда ассоциируется с чем-то очень эстетическим и творческим. Но на самом деле люди, которые в этой сфере работают, прекрасно знают, что это тяжелый труд. И для того, чтобы всю эту красоту создавать, требуется усилие очень многих специалистов, настоящих профессионалов своего дела. И о том, что такое ландшафтный дизайн и как он создается, сегодня мы разговариваем с Татьяной Николаевной Сунгуровой, основательницей компании Терра. Я по профессии биолог, учитель химии и биологии. И ко мне стали обращаться много-много лет назад посадить один цветочек, другой. Наверное, когда что-то не приживается тоже, да, с вопросами к вам обращались. Да, то есть изначально были вопросы такие, связанные с ботаникой. И я очень быстро поняла, что одной ботаники вообще мало. То есть это комплекс и объединение стольких профессий, которые, во-первых, ты должен и сам в них разбираться. И это обучение, обучение, обучение. Начинается все с архитектуры. И, наверное, на мое счастье, как только я начала работать, у меня один из первых объектов был проблемный, он был неудачный. Мы расторгли договоры как раз-таки в связи с тем, что у нас не было архитектурной составляющей. То есть то, что архитектура самое главное в ландшафтном дизайне, я поняла вот на ранних стадиях своей работы. Поэтому я всегда всем говорю, архитектура стоит на первом месте. Не цветы, не цветочки, а это мне люблю пионы или розы, и я начну с них. Нет. Сначала мы работаем с объемом, с художественным восприятием, с формой, с ощущением. То есть какой сад будет открытый, закрытый, тенистый. У человека, приходя в сад, он должен испытывать какие-то эмоции. После архитектуры идет очень большой блок строительный, потому что все, что придумывается в объемах, это как-то необходимо разместить на местности, как-то закрепить, чтобы это не сдуло, чтобы это работало, чтобы от этого был полезный функционал, чтобы был очень разумный, удобный уход за всеми компонентами и элементами сада. И потом уже подключаются. И потом уже подключаются растения. То есть вот архитектура, строительство и биология. Как менялось отношение к вашей деятельности у заказчиков, у потенциальных заказчиков? Начали ли люди как-то больше специалистов, профессионалов в этой области ценить? Отношение меняется. В этой отрасли я работаю уже более 20 лет. И если первые года мы уговаривали сделать проект, потому что это вообще основа. И вообще озеленение относится к разделу зеленого строительства. Мы обязаны по закону работать по документации. То есть нельзя так прийти и сказать, вот эта елочка будет здесь, эта сосенка там будет расти и высаживать. Нет, должна быть схема посадочная, разбивочный чертеж. И по нему согласование, по согласованию мы уже осуществляем посадку. Конечно, начинали примитивно, потому что сами очень мало что знали, понимали в этом, учились очень много лет на ошибках. То есть те, кто, допустим, сейчас заходит на этот рынок, они в шоколадных условиях. Информация вся есть? Во-первых, есть вся информация, есть интернет. Мы начинали, когда интернета не было. Мы начинали, когда не было садовых центров. Они у нас появились только где-то примерно в 2008 году. За всего 7 лет мы возили растения с Екатеринбурга, с Москвы, все, откуда мы только не возили. Было очень много историй, столько было ошибок, которые сейчас, спустя которое время оцениваешь, взвешиваешь. Вот если бы я сейчас начал работать, было бы уже, конечно, все по-другому. Но, наверное, благодаря вот этим ошибкам, формируется опыт, формируется убеждение, как именно надо делать. То есть, если раньше мы шли на компромисс, и многие там заказчики нас умудрялись уговаривать, что давайте сделаем так, и мы как-то велись на это, то сейчас, конечно, уже такого просто нет. Мы четко говорим, делаем вот так, 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 или вообще не делаем. Сейчас диктат. А чем это обусловлено? Это обусловлено тем, что уже не хочешь тратить время на эксперименты. То есть, сад, так же, как... Ландшафтный дизайн, так же, как дизайн интерьера, они очень похожи. Если взять в интерьере живые растения, то тогда это будет практически одинаковый как конструктор. То есть, что сделать интерьер хороший, грамотный, да, сначала, что ландшафт, мне кажется, структура практически одинаковая. То есть, это проект, это детализация, это определенная этапность и учитывать растения. В интерьере их поменьше, в ландшафте их побольше. Вот и вся разница. В общем, теперь вы уже настаиваете на своем. Уже настаиваем на своем и это связано с тем, что не хочется экспериментировать, не хочется тратить время, хочется комфортной работы и... И результат, наверное. Результат, да, результат. То есть, он должен быть быстрый, то есть, не надо растягивать, потому что вот уже выходишь на объект и сразу видишь, как его надо делать. Вот его надо делать так, 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 да, могут быть варианты какие-то. Эти варианты проговорил, объяснил, рассказал, там уже хозяин принимает решение. Обычно, конечно, общение состоит из нескольких этапов, да, и, как правило, продолжается несколько лет. То есть, это от трех до пяти лет, а со многими объектами и пожизненными. Да, вот как раз отличие от дизайна интерьера, оно как раз и заключается в том, что дизайн интерьера люди все сделали, построили, расставили мебель, и там нужно только убирать, ну, и стирать шторы, да, то получается, в случае с дизайном ландшафтным, как говорится в детской сказке, стрижка только начата, да? Да, да, да. То есть, сделанный из данный объект, это только начало пути. Это только начало пути, потому что ни один проект невозможно заложить в том виде, в идеальном, в котором ты его увидишь в перспективе. Растения растут, они меняются, они меняют свою форму, эту форму надо поддерживать, контролировать, регулировать эту форму. Поэтому в идеале, конечно, отношения с дизайнером необходимо продлевать на какое-то время, длительное, или самому учиться, чтобы понимать изменения, которые связаны, вернее, будут в жизни растений. Очень популярная профессия садовника на Западе, да, мы оттуда какие-то примеры черпаем, очень часто красивый дом, красивый сад, и вот приходят молодые люди, да, всякие разные ассоциации с этим могут быть, но тем не менее, да, есть у нас, вот если говорить в Челябинске, есть ли вот такие вот специалисты, которые действительно зарабатывают тем, что следят за садами, и насколько это популярно? У нас рассматривают обычно две таких специальности, да, это ландшафтный дизайнер, которым хотят быть, наверное, все, и садовник. И вы правильно сказали, что за границей эта профессия, она очень популярна, она востребована, она очень уважаемая, но, к сожалению, вот в менталитете наших сограждан, да, в Челябинске, в области нашей, к садовнику относятся больше всего как к дворнику. Вот, к сожалению. И с этим связано, в общем-то, и содержание дальнейших садов, потому что садовник, это не только человек, который ухаживает за растениями, он в любом случае понимает процесс, процесс становления растения, перспективу его роста, то есть это не просто механическая работа, она художественная, она художественная. На какую высоту он подстрижет траву, так она и будет смотреться. Как сформирует куст, так тоже будет куст смотреться. Красиво или некрасиво, то есть это вопрос художественности. Это очень, очень хорошая профессия, она очень у нас востребована, безумно, то есть, наверное, самое, вот ландшафтных дизайнеров много. Хороший или плохой, да их много. На компьютере, на что-то можно создать. Их много, да. А вот садовников очень мало. Они есть, они востребованы, они достаточно хорошо зарабатывают, потому что, ну, очередь, очередь на садовников, просто очередь, их уводят с участка, с одного участка на другой, переманивают. А вот на данный момент, вот садовники, которых вы знаете, ну, наверняка вы с ними, или у вас в компании есть такая? Мы их практически сами выращиваем. То есть, они у нас приходят как рабочие, а потом они, если им нравится, они растут, развиваются. Практически все садовники с высшим образованием у нас идут. Это выпускники агроинженерного нашего вуза, и сейчас у нас уже есть специальность декоративное садоводство. То есть, в общем-то, это нужны знания определенные. Если у садовника бывает ситуация, что, да, руки, руки есть, голова есть, но знания биологии нет, тогда хозяева привлекают уже, вот, ландшафтного дизайнера. Это очень важно, нужно, хотя бы раз в год. Я считаю, что это абсолютно нормально приехать раз в год на свой участок, который ты создавал, посмотреть, как он изменился, дать консультации, что необходимо с ним сделать. То есть, очень важно не запустить участок. Что его можно, вот газон можно запустить за месяц. Иногда уезжают отдыхать, приезжают, и уже газонная трава, она уже в дудку ушла, и когда подстригаешь такую траву, и она такая желтая, мало того, что она желтая, она еще жесткая. Все, месяц, и все, и газона нет. То есть, а вот это вот реабилитировать запущенные случаи, их сложнее, чем даже... Все трудно восстанавливать. Вы говорили о культуре, озеленение, так именно, формулировали это явление. Вот в каком она у нас сейчас состоянии, и что бы вы видели в идеале? Я считаю, что культура наша растет. В общем, это радует. Люди четко приходят, проект, и потом уже реализация. Очень адекватно воспринимают этапность работы, потому что за один сезон мало кому удается сформировать и создать ландшафт. Радует понимание, что это затратная часть. Мы говорим о ландшафтном дизайне как об искусстве, а не о банальном озеленении, когда застилают газоном и натыкивают растения. Чем вот этот вот такой любительский дизайн, так скажем, любительский ландшафтный дизайн, озеленение отличается от профессионального подхода? Ну объемом знаний прежде всего, да, это объем знаний. Любительский он на поверхности, но может быть с большей любовью, потому что делаешь для себя и иногда бывает вот эта любовь, она идет во вред, начинает перекармливать, заливать. Когда же работают специалисты, они, во-первых, понимают технологию процесса самого и понимают перспективу дальнейших событий, которые будут связаны с процессом данным. Вся посадка растений, кустарнику, ну вот что сложного посадить кустарник, да, выкопать ямку, поставить, засыпать, вроде бы все, да, ведь ничего сложного нет, но выбрать растение, да, его надо купить здоровым, его надо правильно сформированным, чтобы у него была перспектива формирования тоже как бы вот для тех условий, которые задуманы проектом, потому что если нужно штамповое дерево, там несколько стволиков, то а как формировать, специалист знает как, он там обрежет, сделает все, не специалист растеряется, или допустим бывает макушка сломлена, что с этим делать, опять же ощущение, что вы зайдете в садовый центр и все купите, вот это вообще не так, мы когда высаживаем растения комплекса на один участок, мы их собираем там по нескольким питомникам, бывает там пять разных питомников, обезжаешь, одно растение в одном месте, купишь другое растение в другом, ну и таким образом это именно из-за внешнего вида из-за внешнего вида, потому что ни один питомник не может себе позволить, во-первых, весь ассортимент и возраст растения, потому что растения необходимо высаживать разного возраста, чтобы был сад, то есть какие-то растения покрупнее, какие-то может быть на перспективу разрастания и вот это тоже комплекс знаний, которые мы закладываем изначально в проект. Если проект создается на стадии строительства, часть ландшафта уже можно делать в плане посадки, то есть бывают такие ситуации, что стройка производится как бы отдельно, а часть уже можно выполнять какие-то ландшафтные работы, это тоже очень хорошо. Ландшафтный дизайн это практика и нужно понять вид вот этой деятельности работы в течение сезона, потому что за июнь, за август, понимаете, ну вот это вот один вид работы, в ноябре будет совсем другой, в январе по-другому будет ощущаться ландшафтный дизайн, то есть вот каждый месяц он по-своему хорош и по-своему у него есть требования к этому месяцу, поэтому вот нужно пройти полный цикл годовой, чтобы понять и оценить как будет нагрузка по занятости, как будут идти те же самые финансовые потоки, как будет загрузка по работе, по видам работы, потому что допустим обрезку надо быстро сделать, пока лист не развернулся, то есть надо заранее об этом думать. Есть годовой курс, который он уже направлен как на профессиональные знания, он захватывает весь цикл полностью, сезонный цикл, он идет 11 месяцев с 1 октября по август включительно, и как раз все агротехнические операции, которые необходимо проводить за сезон, вот мы как раз их разбираем. посудоводство это вообще необъятное поле, вроде бы сделался, изучил, ты все равно постоянно учишься, что-то новое узнаешь, это очень интересно, это захватывает, это захватывает. Ну и я забегая вперед, хочу сказать, что мы задумали серию репортажей в формате реалити о том, как люди постигают вот это искусство ландшафтного дизайна на разных уровнях, о том, с чем придется сталкиваться в процессе работы, и я очень надеюсь, что у нас реализуется наш проект, не прощаюсь, спасибо большое и до новых встреч. Познакомиться ближе с героями наших выпусков можно на наших страницах в соцсетях, а также на YouTube-канале Beauty Time TV. А на этом выпуск завершен, до встречи. Наши стильные партнеры Image Studio Елены Ивановой от Илье Модный дом Я. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok